но никто не знает вы по себе то почему все равняете скажи я не знаю почему а кто знает что дальше да я вам скажу что будет если хотите знать слушайте внимательно будет третья мировая война и погибли два с половиной миллиарда человек дальше будет один царь на земле еврей столица мира мира израиль и он будет царствовать 42 месяца или три с половиной года абсолютно точно все уже известно 2000 лет назад написано и по написанному все идет да не почему мы даже принять три с половиной почему бог сказал а почему лет жизни человеческой 70 лет при большей крепости 80 и самая лучшая пора труд и болезни и мы летим написано бог сказал явился свет свет первый день появился а светило в четвертый день а как это свет туманность андромеды такие вот и все как сказали да я еще вам сказал только сейчас сказал я и знаю я скажу москва сгорит откровение 17 и 18 главах сгорит в один час и какая-нибудь таска и вопли жалеть не будете да ну а вы слышали как путин ответил путин как ответил что у нас на каждый город там американских шесть ракет их нельзя не остановить уже хорошо горит мы умрем погибнем но мы будем царстве небесном невинно пострадали а вы все равно горит сдохните сейчас подхватили в интернете это потому что все будет заражено на улице не выйдешь надо молиться за правителей за царей за начальствующих ибо с ней будет строгое взыскание царей нету царей нету а что есть а куда они делись без а говорят а как говорит без царя в голове но как вы его назовете назовите по-другому а чего-то этого изменится то мы был генеральный секретарь партии и вдруг раз президент но тариф по крови как президенты ночью еще изменилось то на какой мусульман народ не выбирает его никто не выбирал его поставил но кто путина выбирал то его ельцин в новогоднюю ночь подумали что шутка какая-то он на самом деле отдал власть большая количество людей которые между собой это решает уже говорят распространяют отдают народу у меня женщин не понимает ему различные до я вывел занятия в техническом университете это 21000 студентов и вот одна была там приходила и говорит а вы почему не голосуете за ельцина я его не знаю и как я вообще никогда не голосовал не хожу нет это неправильно а потом я встречаюсь с ней лет через семь она идет увидела меня подошла ох я и дура была я за кого голосовал он сказал если будет не так как я говорю я голову положу на рельсы то а все идет в другую сторону разворовали всю страну 72 года работали бесплатно за это и в одну ночь в израиле в америку перегнали всю страну как этот борис абрамович березовский говорит я чертежник на его в америке как меня выбрали и вот этого авастама все это ягод утром посмотрел 2800 грузовиков стоят все мои грабеж неприкрытый берипаска все промышленное там это там где севера далее ну все тут непонятно то что это тысячи заводов остановили везде торговля идет у нас барнауле такие магазины не магазина даже я не знаю недавно повели меня а тут завод был аппаратурный закон завели а эскалатор там поднимают кверху книзу конца края не видать как будто я стою это на улице конца магазина и притом не коридоров это просто просто открыто все и проходи товары 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 работать некому и все только торгуют одни воруют а милиция за ними гоняется у всех работа ладненько вы возьмите библию с молитвой считайте верьте богу а если вот в аудио написанная библия вы будете слушать в аудио насчитанная я вам подарю да в интернете зарядите игнатий лапкин библия и вы видите моим голосом насчитанная библия стоит просто точки зрения их много и я не говорю что я не верю я сейчас все сказал вы слышали вы зарядите и можете спокойно слушать переписать на диске там на флешку и ехать и слушать игнатий лапкин библия в google зарядите если вы хотите больше знать то по skype зарядите игнатий лапкин вы на меня выйдете во славу божию все добром всего хорошего слава тебе боже наш слава тебе хвала тебе наш господь честь и поклонение тебе боже слава и благодарение и так считаем евангелие от мотфея глава 9 тогда иисус войдя в лодку переправился обратно и прибыл в свой город и вот принесли к нему расслабленного положено на постели и видя иисус веру их сказал расслабленному дерзай чада прощаются тебе грехи твои при всем некоторые из книжников сказали сами себе он богохульствует и служа видя помышление их сказал для чего вы мыслите худое в сердцах ваших ибо что легче сказать прощаются тебе грехи или сказать встань и ходи но чтобы вы знали что сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи тогда говорит расслабленному встань возьми постель твою и иди в дом твой аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе хвала тебе наш господь народ же видя это удивился и прославил бога давшего такую власть человеком проходя оттуда иисус увидел человека сидящего у сбора пошлин по имени матфея и говорит ему следуй за мною и он встал и последовал за ним и когда иисус возлежал в доме многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его увидев то фарисеи сказали ученикам его а для чего учитель ваш если пьет с мытарями и грешниками иисус же услышав это сказал им нездоровые имеют нужду во враче но больные пойдите научитесь что значит милости хочу они жертвы ибо я пришел призвать неправедников но грешников покаянию тогда приходят к нему ученики ианов и говорят почему мы и фарисеи постимся много а твои ученики не постятся и сказал им иисус могут ли печалится сыны чертога брачного как бы пока с ними жених но придут дни когда отнимется у них жених и тогда будут поститься аллилуйя слава тебе господи приходится менять все время половина людей голые всякие безобразие творят слава тебе боже наш слава тебе когда он не вливает также вина молодого мехи ветхие а иначе прорывается мехи и вино вытекает и мехи пропадают но вино молодой вливает в новое мехи и сберегается то и другое и не представляет заплаты из небеленной ткани ибо вновь пришитая дерет от старого и дыра будет еще хуже когда он говорил сие подошел к иисусу некоторый начальник и кланясь ему говорил дочь моя теперь умирает но приди возложи на нее руку твою и она будет жива и встава иисус пошел за ним и ученики его и вот женщина двенадцать лет страдавшая кровотечением подойдя сзади прикоснулась к краю одежды его ибо она говорила сама в себе если только прикоснусь к одежде его выздоровею иисус же обратившись и увидев ее сказал дерзай щерь вера твоя спасла тебя женщина с того часа стала здоровой иисус вчера и сегодня во веки тоже также исцеляет людей и когда пришел иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ смятений сказал им выйдите вон ибо не умерла девица но спит и смеялись над ним когда же народ был выслан он войдя взял ее за руку и девица встала и разнесся слуха всем по всей земле той когда иисус шел оттуда за ним следовали двое слепых и кричали помилуй нас иисус сын давидов когда же он пришел в дом слепые приступили к нему и говорили им иисус говорит им веруете ли что я могу это сделать они говорят ему ей господи тогда он коснулся глаз их и сказал по вере вашей да будет вам и открылись глаза их иисус строго сказал смотрите чтобы никто не узнал а они выйдя разгласили о нем по всей земле той когда же те выходили то при вели к нему человека немого бесноватого и когда бес был издан немой стал говорить и народ удивляясь говорил никогда не бывало такого явления в израиле а фарисеи говорили он изгоняет бесов силой князя бесовского вильзевула и ходила иисус по всем городам и селениям уча в синагогах их проповеду евангелие царствие исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях видя толпу народа он жалился над ними что они были изнурены рассеяны как овцы не имеющие пастыря тогда говорит ученикам своим жатвы много а делателей мало и так молите господина жатвы чтобы выслал делать или на жатву свою аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе хвала тебе наш господь великий дивный и щедрый бог он послал нас сюда чтобы людям возвестить о любви его ибо так возлюбил бог мир что отдал сына своего единородного дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную аллилуйя его не послал бог сына своего судить мир но чтобы мир спасен был через него аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе ну все поэтому я сейчас к этой буду готовиться то где у нас здесь на коне как меняется почему сами меняется сами эту называется чат рулетка и это придумал мальчишка 17-летний андрей терновский двоечник один у меня садди двойки были меняется то не что чтобы как-то между собой познакомиться между собой познакомиться блуд сотворить для блуда сделано голые женщины творят блуд раздетые мужчины анонизм за все что хочешь поэтому тут надо чтобы кто-то смотрел смотрел картинка донбы нажатием капелька это